Покупая проигрыватель винила, стоит учитывать возможность его апгрейда. Особенно это касается замены головки звукоснимателя, ведь это, пожалуй, самый эффективный способ улучшить звучание. Я вас приветствую, друзья, и сегодня расскажу о недорогом, но эффективном варианте апгрейда с возможностью последующего апгрейда, как бы тавтологично это не звучало. Итак, сравним две головки звукоснимателя от аудиотехники, это VM510CB и VM520EB, стоимостью 10 000 рублей. Не так давно я уже снимал сравнительный обзор более старших моделей 500 и 700 серий, тем не менее, я считаю, не стоит забывать и о младших, более бюджетных решениях, которые очень хорошо подходят для замены штатных головок звукоснимателей на проигрывателях. Основное отличие сегодняшних двух моделей это заточка иглы, то есть сама головка одинаковая, поэтому сегодня я обойдусь одной тушкой и двумя вставками с разными иголками. Итак, начнем с модели 510CB. Это картридж типа MM, игла со сферической заточкой 0,6 мил, воспроизводит частотный диапазон от 20 до 20 тысяч герц с разделением по каналам в 25 дБ при разбалансе не более полутора. Рекомендуемый прижим 2 грамма плюс-минус две десятых, выходное напряжение 5 милливольт. Рекомендуемая емкость от 100 до 200 пикофарад, динамическая податливость 8, вес 6,4 грамма. В остальном без изысков, алюминиевый кантилевер, корпус из пластика. Но напомню, что в серии VM применена система V-образного двойного магнита, а также паротореидальные катушки для каждого из каналов. А между ними расположена защитная пластина, обеспечивающая защиту от перекрестных помех. Головку звукоснимателя я установил на свой Project Signature 12, который был подключен к ламповому фонокорректору от Art Audio Lab. Усилитель Pioneer A90D, акустика Tonoy Definition 500. В качестве тестовых пластинок я использовал те же, что и в тесте старших моделей серии, для того, чтобы вы могли объективно сравнить сэмплы между собой. Конечно, в первую очередь это пластинка Burmister для измерения неравномерности амплитуды частотной характеристики, а также Division Bell, парлофоновское переиздание и черный альбом Metallica на лейбле Blacknut. VM510CB показала себя с отличной стороны, выдавая детальный звук с некоторым окрасом на высоких частотах, что характерно для многих японских головок. Вследствие чего картина получилась довольно яркой, динамичной, при этом с приличным басом и незаваленной серединой, что важно для воспроизведения вокала. Однако подкрашенная амплитуда частотная характеристика не главные достоинства 500 серии и конкретно сегодняшних моделей. Существенный прорыв в качестве по сравнению со стоковыми головками, и чаще всего это серия VM95, является показателем разделения каналов в 25 дБ. Напомню, самая популярная сейчас VM95E имеет значение 20. Если сравнивать их в лоб, то проще всего описать эффект как вынимание ваты из ушей. Детализация возрастает, панорама расширяется, разборчивость инструментов заметно выше, и как следствие звук более динамичный. Тест АЧХ показал неравномерность в плюс 3 дБ в диапазоне с 8 до 16 кГц. После 16 кГц все выравнивается. Что и требовалось доказать, небольшой акцент есть. Далее, многих пугает сферическая заточка иглы, мол, не самый лучший трекинг. Да, действительно, на некоторых громко записанных пластинках к яблоку может ощущаться потеря в качестве звука. Однако не стоит на этом зацикливаться. Пластинки, которые этим страдают, не такой уж частый случай. Для примера успокоить, чешские пластинки, коих больше половины сейчас выпускается, записаны под технологии DMM, не имеют существенных потерь. Большинство американских тоже. Лишь некоторые новодельные немецкие пластинки теряют в качестве, однако не только на сферических заточках, но и на сложных многорадиусных. Срок эксплуатации 510 модели от 300 до 500 часов. При правильной эксплуатации, конечно, за 10 тысяч рублей это вполне хороший показатель. Далее, что у нас показывает модель 520EB. Эллиптическая заточка иглы расширила частотный диапазон до 27 кГц и увеличила разделение каналов до 27 дБ. На 0,5 мВ упало выходное напряжение. В остальном все то же самое. По звуку 520 модель отличается меньшей неравномерностью, то есть акцент на высоких менее заметен. В верхнем регистре появилось больше разборчивости и проработки, что уже немало как может показаться. В остальном картина очень схожа с предыдущей 510 моделью. Тест АЧХ показал неравномерность в пределах 2,5-3 дБ. Примерно такой же результат, как и в 510 модели. Однако в любом случае чуть подкорректировать акцент на верхах, напоминаю, можно и емкостью на фонокорректоре или же фонокабелями. Эллиптическая заточка менее капризна к дефектам, но все же это не повод ставить ее на пластинки с дефектами. Что по трекингу? Ввиду более плотного прилегания иголки к стенкам канавки, считывание более точное. Количество искажений меньше и как следствие потери в качестве не столь заметны. И это при том, что обе модели с разными заточками в России стоят одинаково. Но зачем тогда нужна 510 модель, если можно взять 520? Дело в том, что есть любители именно сферических, или они же конических заточек, и даже выпускаются в наше время дорогие головки типа MC, думаю вы догадались, речь об СПУ, тоже с заточкой сферы. Объясняется это тем, что на них в первую очередь хорошо играют винтажные пластинки 50-60-х годов, в то время как какие-нибудь микролайны шибата, проникая глубже в канавку, попросту начнут подметать всю грязь, скопившуюся десятилетиями. Сфера же обеспечит более чистый от песка звук. Поэтому тут еще задумайтесь, что важнее, лучший трекинг или меньшее количество дефектов. Подведя итоги, скажу, что обе сегодняшние головки показали себя с отличной стороны, и наверное это лучший вариант для первого апгрейда стоковых головок для проигрывателей. Прирост в качестве обеспечен. Ну и конечно для тех, кто захочет расти дальше, напомню, что к этой 500-й тушке, назовем ее так, подходят иголки от старших моделей VMM30EN, 40ML и даже 50SH или 60SLC. Последние три дадут превосходный прирост не только в трекинге, но и в качестве звука. Помимо этого они более долговечные, смело отыграют тысячу часов. 520-я аудиотехника по паспорту живет около 300. Неоднократно говорил, что важно для новичков это простая замена иголки. Вам не нужно ничего настраивать, вставка меняется элементарно. А для кого и это сложно, то можно купить головки звукоснимателя, уже предустановленные на шеллах. И да, в принципе головки мультижанровые, за свою сумму это лучшее решение на рынке как по техническим характеристикам, так и по звуку. Не говоря уже о гибкой системе апгрейда. Друзья, я переслушал уже все головки звукоснимателей бренда Аудиотехника, однако и на этом дело тоже не закончится. А пока у меня на сегодня все. Надеюсь видео было для вас полезным и интересным. Не забудьте ознакомиться в подсказках с обзором старших VMM-моделей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить интересные видео и делитесь вашим мнением в комментариях. Но самое главное, будьте здоровы! Счастливо!